Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 октября – день покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В Константинопольском храме хранился поезд с Ризой Богоматери. Когда сарацин подошли к воротам города, местные жители стали молиться. Юродивый Андрей, поднявший глаза к небу и увидевший Богоматерь, озаренную небесным светом, в течение часа Богоматерь молилась вместе с людьми, проливая слезы, а потом сняла покрывало и простерла его над молящимися. И сарацинные отступили. Верили, что именно Богоматерь засевает поля, а покров напротив собирает урожаи. К сегодняшнему дню крестьяне старались полностью завершить сельскохозяйственные работы, а с покровов начинался сезон свадеб. Крестьяне сегодня утром отправлялись в церковь. После молитвы приступали к работам по хозяйству. Чаще всего занимались утеплением своих жилищ. Приближалась зима, а на Руси морозы были суровыми. Скотину кормили специальным пожинальным овсяным снопом, который стоял в избе со дня Ильи, аж со 2 августа. Верили, что животные теперь не будут испытывать зимой голода. Сегодняшний день считался днем исполнения обещаний и возвращения долгов между наемными и работодателями. Приметы. Если журавли уже улетели, это крайние зимы. Если выпал снег, зима будет снежной и морозной. Какая погода на покров, такой будет вся зима. Если нет снега, и Рождество будет бесснежным. Если сыграть свадьбу на покров, брак будет счастливым. Если сегодня протопить печь дровами яблони, то зимой в доме будет тепло. Я еще допомню, что Наташа сказала. Смотрите, сушит кровь. Что такое сушит кровь? Он ее загощает. А как только идет загощение крови, значит что у нас от ног кровь не идет нормально. Застой. Поэтому могут возникать боли. И далее идет вот эта вот как раз железнодефицитная вот эта вот анемия. То есть от этого и упадок сил, нехватка. Вот она. И что он порекомендовал? Мне рекомендовали есть много круп. Пшено, кукурузу, перловку, бурый рис. И что сейчас мы с вами будем готовить? А сегодня мы будем готовить с вами кукурузную кашу. Для чего? Для того, чтобы сбалансировать наши главные пищеварительные органы. А именно желудок и селезенку. Селезенку и поджелудочную. И поджелудочную, да. И поджелудочную железную. Это относится к первому элементу? Земли. Земля. Земля у нас расположена в центре. И что мы делаем? Вот я вижу, у нас начало кипеть. И начинаем мы приготовление с того, что в горячую кипящую воду мы положим порезанные на кусочки курагу, изюм и чернослив. Давайте, я пока порежу. Что там дальше надо еще делать? А затем мы добавим туда промытую кукурузную крупу. Хорошо, я пока режу. А вы что там, промоете или как? Или она уже промыта у нас? Да, она уже промыта. Она уже промыта. Хорошо. Ну тогда давайте ножичек берите. И мы с вами вдвоем быстренько порежем. Хорошо. Наташа, а пропорции нашего супика каковы? Ну, примерно 2 стакана воды на стакан крупы. И количество, ну примерно вот горстку, горстку изюма, кураги. Может быть чуть больше. Но это, знаете, на вкус. То же самое с количеством воды. Хорошо. А еще мы отдельно будем готовить к этому же блюду яблоки и груши. Нам нужно будет взять хорошие спелые и сладкие яблоки и груши, очистить их от кожуры, порезать на дольки и приготовить в отдельной кастрюльке в небольшом количестве воды. Давайте я от кожуры очищу. Смотрите, я уже порезал вам. Дальше вы действуете и рассказываете, что к чему и зачем. А я буду очищать от кожуры. Хорошо. Давайте тогда я сейчас курагу уложу в кастрюльку. Интересное приспособление. Так. И изюм тоже. Ах, как грушей запахло. Самое интересное, что вот восточная и китайская диетология, она подходит совершенно с иных позиций. Она пытается уравновесить энергетику тех или иных органов или в организме, которые ее недополучают, либо разбалансировано. И действует вот в рамках пяти первоэлементов. Кстати, каждый первый элемент, он там несет еще свой вкус. Да, это так, действительно. Элемент земли, с которым мы сейчас сработаем, элемент земли, кукурузная каша относится к элементу земли, это сладкий вкус. Сладкий вкус, он обладает расслабляющим действием на наше тело. То есть, если мы хотим, если мы чувствуем сильное напряжение, волнение, то если мы поедим продуктов, которые относятся к этому элементу, то мы быстро почувствуем себя более спокойными и расслабленными. Но при этом все должно быть, я думаю, натуральное, потому что все, что искусственно, оно будет действовать как-то несколько по-иному. Да, конечно, вы абсолютно правы. Например, если к тому же элементу земли относится белый сахар. Соответственно, если мы поедим белого сахара, в момент, когда мы чувствуем волнение, то оно уменьшится, но на короткое время, а затем возникнет снова. Но если мы будем есть продукты полноценные, например, как вот фрукты, каши, например, пшено, кукуруза, такие овощи, как шампиньоны, цукини, кабачки, баклажаны, картофель, морковь, то такие продукты, они действительно напитают нас сладким вкусом, дадут нам необходимую энергию и успокоят нас. Кстати, вот такая каша, которую сегодня мы готовим, она полезна для людей, у которых наблюдается сильная тяга к сладкому, которые жить не могут без сладостей, без шоколадки, конфетки. Очень-очень хорошо, потому что действительно многие только переедают, они не знают, чем их как бы заменить и сделать свое питание более полезным. Поэтому вот для тех сладкоежек, которые от неправильной сладости полнеют, и более того, приближаются к сахарному диабету второго типа, эта каша будет спасением. Отчистил я. Спасибо. И почему у людей возникает эта тяга к сладкому? То есть для этого есть специальные причины. Дело в том, что сладким вкусом, натуральным сладким вкусом питаются наши главные органы, это селезенка и желудок. И когда энергетику этих органов нужно подпитать, нам хочется сладкого, но мы интерпретируем этот сигнал по-своему, в силу наших привычек, воспитания и так далее. Мы начинаем есть шоколад, печенье, конфеты и другие сладости, а на самом деле нам нужен просто натуральный сладкий вкус вот этих вот продуктов, сладких и правильно приготовленных. То есть иногда бывает так, что мы отучены от натурального сладкого вкуса и не знаем тех продуктов, какие они должны быть на самом деле. И вот как раз Наташа нас и поучит этому. О, уже там кипит хорошенько так. Ну что, у нас это готово? Да, сейчас мы с вами помешаем крупу, потому что она уже варится вместе с сухофруктами, с изюмом и с курагой. Можно слегка помешивать в процессе готовки. Чтобы не подгорело. Да, чтобы не подгорело. Но в целом она варится минут 10-15. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. 17-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить кагор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!